так что вы мечетесь мы тренируемся дай порепетировать подожди туда-сюда что на месте уроки сваливают тихо катю не лови его ах ты шо титаник не от нас не убежишь кидай его обратно я стою на шухере мама дорогая а если мы вот этой короче прелестью ты пасли это сом катюша это magic пара идет тебе видно жека доставайте пиво короче друзьяки давай две секунды быстренько поздоровкаемся шо я хотел сказать друзья всем привет с вами диск или план привет мои хорошие эх ты друзья короче у меня случились друзья киски и вы приехали ребята непростые у них дайте я с вами сразу представлю короче людям жека известный моряк за весь киев саня хозяин вот этой футболки короче у человека ресторан и сколько у вас там в наличии 60 70 а то может быть 80 рецептов рака 54 извините как это не хотел сделать красиво мы начинаем готовить что нибудь я не знаю что вы здесь по привозили это это просто столько всего но я по-любому буду короче рассказ приехали являне не а шеф там занимается рыбе пусть занимается до познакомимся будет нормально у нас еще уже происходит варится пару качанчиков как ты любишь кукурузки тут происходит момент такой что даже я не могу сказать словами там что-то очень долгое и очень вкусное с ребрами связанная и что у нас есть раков саня расскажет два рецепта санечка я с этого момента сегодня буду молчать разговаривать будешь ты командовать парадом будешь ты имел неосторожность одну когда-то приготовить борщ из бычков у этого зацепила за живое за душу до когда же к приехал гость еще сказал battle короче закусили да я не ехали ребята короче за вас там идет легенда как вы здесь шмаляйте раков короче ну мы чуть-чуть ресторан не спалили короче но было красиво да мы им жарили это очень вкусно не знаю если у тебя там в этом меню они тушители есть все нормально есть у тебя в меню такие раки в погружные короче в масло 55 будет рецепта значит хорошо а остальные сейчас что там пару-тройку расскажешь не мне людям нашим замечательным так что друзья оставайтесь на канале подписывайтесь а можете не подписываться просто оставайтесь на канале получать хорошее детское настроение ну а мы начнем что у вас пиво есть оператор по рули сегодня елки-палки это будет нормальный баба как женщина ну что ты какая-то вот теперь ты тем более точно уже на квасе остаешься пипец ты тут такое ребята прислали толстолобики копченые ладно пусть полежат санечка я пока не поджог ты в трех словах я просто знаю что мы сейчас как разгонимся разгонимся все будет вкусно и интересные многие люди даже не поймут что мы здесь чего мы вообще здесь собирались что мы будем готовить мы будем готовить два моих авторских рецепта 2 из 54 я был рассказывать о них ничего не нужно не надо это секрет секрет трёх словах по губам поможете главное пробовать мы попробуем сегодня и тогда понимание того для чего мы сюда приехали будет она говорил короче ребята повторяйте за нами все я поджигаю здесь полтора литра водички это из той информации достоверно что я знаю потому что сам наливал и сам таки мерил здесь раки это вот какие-то пакетики а катюня вот это и есть авторские секретные я бы сказал анализы ты понимаешь и елки ты палки ты шо а это цари переверни тут братик смотри если это закончится я тебе еще подгоню миланя все будет нормально короче барбекю шмарбекю туда-сюда это шо за почки лягушачьи да знаю знаю я думал тебя проверить а ты у меня подкованная женщина баба царе ну была баба но разрешила пивка бахну все женщина а еще два бокала бахну все именно девочка станет любимая а может на руках тебя возьму и как в этом салобика прошу шоу не хочет на тебя ребята среди шоками заехала а галкин ты не хотел а я тебе сделаю красиво короче вот этот галкин за которого я пою ледяной горой айсберг из тумана вырастает и несет его течение по бескрайним по морям хорошо тому кто знает шовчика живет галкин этот галкин классный галкин чтоб подогнал нам соуса короче вот его instagram ума ты вот такой чувак вы не понимаете хочу мой подписчик подписывайтесь чикаго готовит как мы может даже чуть лучше но у него больше этих агрегатов понял ты шо вот и твоя мама вы самые лучшие там у вас в америке на свете подогнал такие соуса он как знал что вы будете ехать бир 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 к 6 соусов и все к пиву а горит на входе или на а завтра мы расскажем где горит она по-настоящему шо халкин сказал что пердаки горят они в америке хороший но слабенький это еще не означает что у нас уже будет то же самое короче попробуем все будет хорошо ох и раки слышишь но они драпают конечно я ушел а я про все на совете с тобою забываю бросаю с головой а ты такой холодный ну да нет чуть-чуть пиво нику синька нику синька станцуем мы с тобой че и звонит кто-то не отключил галкин ох и раки благородный дискотека они тоже вы все хорошо привет всем привет с вами липинский рак скажи мне а где на станке и вискать вдруг мы соберемся на полу в вентилятор на подоле по два волоска 28 волоска 28 ребята шукайте и вы найдете в любое время приезжать как у меня карасик и у вас раки всегда вас артименте большие маленькие острые слушай 50 на секундочку чуть-чуть больше этих елки то что ты ходишь за мной рядом давай поедим давай идем милане смешно не дают водой что это томаты очищены собственном соку это короче вот такой бульон мы готовим у нас сегодня будет воды отлично а для этого нам надо еще литр даже не ли брат у нас есть а хочешь я эту воду уберу давай тут любой сотри был вода нет вода вообще убирать в ноль вот так вот все 650 грамм иди за пиво у меня здесь какой темная сколько литр темного леночка 2 пива пожалуйста женичка а или ты организовать есть литровый давай а я пока соника нам под это дело сделаю катюня это вот соник дунайский но если там соломик дунайский сейчас ребятам пишу шикардос такой шел обалдеете на погрузи хотя бы кинза щеку там до кидаю же к тебе кида за бракеты катюня тебе не предлагаю ты шо песня давайте в ребятам ваше здоровье как говорит марат чтобы все получилось давайте возвращайтесь израиль елки-палки меня он приедет на его удивим потому что что тогда подсмотрю тебя так высадить очередной киев через за и ехать у него сейчас там турне с пловом рис особенный какой-то который ждет марата ты шо давай никогда дна ёшкин а ну-ка не гуся бомби красиво и елки-палки ты шо как она это 5 литров это литровый да и того же короче 6 не человек пытается рецепт запутать все мы как это сделаем нормально елки-палки хотя с другой стороны я вам сколько видоса снимаю за карась уже людям рассказал показал уже дал попробовать детально без секретов без ничего но многие таки не получается да у меня парадиста много за всю историю было бывало приезжал там в какой-то город не буду называть чтобы человек не понял о ком реке заказываю свои раки дурблю вижу у него на сайте заказываю делаю доставку и он мне пишет в вайбере ну как вам раки я не отвечаю не отвечаю он решил мне позвонить а и только алло и он сразу узнает голос его это шлепинский раки я говорю я тебе так скажу раки умерли зря почему потому что шляпа то есть ты сварил раки кисточкой помазал там что-то там но оно похоже понятно надо костюм но это же не жизнь его изнутри елки-палки ладно вкусно декорация это лишь можно было есть как говорят в одессе не обязательно но можно же как хотел усыновить это . а извини короче ребята гавкнули наши раки с этим с этим липованским деликатесом не толстолоба мы еще не пробовали это пока только сомик обалдеть слышишь вы когда дорогу не испортится короче тоже не доедим собой заберете тема еще высылай а что ты брат иди сюда ты взрослый мальчик елки-палки человек с киева приехал и стесняется зайти так руки если вам надо мы думаете здесь вы знаете где ты шоссу и так как обычно мама дорогая так а кукурузу я думаю что пора уже изымать как у того груза или ты будешь пробовать и а ну маэстро потыкай в нее ну зубочистку ноги за столом бачишь уже достать я могу и в любое время но я вижу что она уже а красиво и ё-мой пассаты иди сюда низкой ёшкин ты код и можно в разрез и пощупать свежак даже не буду спрашивать и вы взяли мама дорогая шипованная радость это камбала блин марина тоже авторский шикардос такой автор ты потом продвинем разу я с ним поговорю еще сейчас в духовочку да сейчас она постоит полчасика помаринуется в духовочку и нормально что можем можем тушить чего а чего не в гриль понеслась 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 ты шо красавица мама дорогая катюшечка дай-ка я аккуратненько достану вторую и саня говорит что одну уже можно аккуратно туда отправлять кого так у меня уже пиво здесь готово ребята дениска руби то что надо отойди часа не кидают укроп все процесс пошел молниеносно раки готовится быстро и очень вкусно врезал кидая руками давай сюда такие ребята один качанчик они сказали пока не кидаем и не сказали для чего не его стали так что смотри внимательно американский ты шокийский да а то они в луизиане думают что это луизианский все они они и другие мы мы с маратом же готовили ты что-то не там колбаса домашняя там картошка там сушу угодно суши все что не надо кидаешь врагов катюша отойди саня продолжает кидать перцы пошел у нас не знаю сколько только на хуяльник разбивать большую маленькую а вот же на деревянный было хочешь могу дать больше там как раз есть под выбрать это у меня разбирать самая столовая это наверное вот это вот это все бомби не ошибешься и ой 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 Revolution вот это борщ 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 да на борщ болже зала кого же сказал что зацепило торт нужно бомбень а вот теперь я понял а ну-ка тихо-тихо положи сюда еще закладника открою давай палчиками и а ты что рассказывать не будем у нас сидит из того же 1 ножкин ты код еще раз боже мой подождение себе там еще там просто песен она же в горячем открывается все по-другому вот в израиле бы умные люди сделали бы сюда наклеечку твоего лица понял на пакетик и продавали бы это по-другому но мы ребята простые да мы просто короче не продаем мы просто делаем людям приятно и не рассказываем что там внутри поэтому удовольствие не продается в нашем ресторан 100 процентов завернул елки-палки катюня иди сюда тебе надо снимать этот кизель все равно взял столовую я у кого жидкости получилось литр пиво там осталось немножко воды было полтора немножко выкипела 200 грамм здесь немного 850 850 но это мало это бруто не то пусть будет где-то литров полтора полтора это два с половиной полу литра блин ты шо как менделеев готовит да он помнит вес половины ложки лучше бросить и все будет нормально неприятно иметь дело с умными людьми понимаешь я бы на глаз бы кинул но поболела бы первые там два дня а человек сразу подходит весь делом короче нас таким что я даже не захочешь ты посмотреть блины и и посмотрю это нечего слушай какой уже он получается елки-палки насыщены ароматище стоит что продвинутьевать можно ты шо кстати давай что видел когда вы варили раки да очень есть грубейшая ошибка не исключено самое основное он браков вот так высыпать нельзя я был с каждым разговаривать и по одному ну да я так делаю с карасем раки это не моя стихия я знал а я знал чем тебя выманить вот так что приеду ему расскажу канада раков и шо маленький домой хороший раз ты ненадолго туда и тебя моя потом оттуда тоже позоветует поверье что раки попадая в окроп а кипящий да они попадают в рай им не больно но если кидаешь вернами все вы не сбили со счетом нет считаю все все нормально я сервису менделеев не считаю ты говорить а вы себя в ресторане тоже готовить вот это крокодил почти нам надо оставить часть раков для того чтобы кинуть на стовородочку пожарить поэтому это уже на второй рецепт да да что ты да 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 то есть я согласен ты откуда знаешь катюня это гипнотизирует да этот райский рай ракский рай а завораживает а почему нужно как они успокаиваются пока его цели они варят пишу и сделан как ты забил чем ты думал что остановим и поговорим договорились смотри себе надо может ты хочешь пошли поглубже хотя ты высокий тебе так хорошо слышишь один мой пиво так хорошо а сережки обычно что-то другой горошек слышишь это печень раков шули а красивая какая мраморная картинка какой-то шоколадное мясо за их войске вот понимаешь это его и не у поплавского купили не зато вам бельше свои готовят я понял и горошек я у нас тут можно на рынке его повесить раки варить будем где-то три минуты шо завыла а от стебра вались очень атмосферное место а потом вечером слышишь а шо вы вальтов спите лишь в этом прямой эфир до 2 одиночества а шо давай пробовать уже будем ты шут ты шо мама дорогая не ну так я еще не готовил это ты конечно молочага и красавицы просто приятно и бесподобно смотреть а самое главное что это когда готовишь как это от всей души с хорошим настроением то это вот и есть секретный ингредиент да тот который нигде на базаре не найдешь его но с собой принести можно и да 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 это здесь жарко ниже пояса здесь так красиво что просто не хочется отходить идешь на жертвы ну все у нас осталось 30 секунд мы будем доставать давай добро что-то надо будет тебе еще и поварёшка ребята уже почти все закончилось давай ага вываливай брать вот луизианский рецепт он готовится еще знаете с жабами с картошками все что у индийцев было на болотах они все туда добавляли из грядки морковка редька караси фасоль как короче да все было там вот это традиционный луизианский рецепт а слепинский да у нас как это жабы отдельно комары отдельно ну а кукуруза обязательно с раками с раками так санечка ты скажешь когда мне там поварёшка подолапаться и сколько надо будет их заливать ну вот этим вот и ништячком да 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 ты шоу соберем тоже не просто же хочешь на тебе вот ты давай или или даже этого немножко поучаствую катюня аккуратно я понял слышишь а ну-ка диска подержи тебе передали пиво не знаю чего пригодится это вот сюда это вот сюда все а эти раки вот сюда давай смену сдал смену принял ёшкин ты код подмышку остудить у тебя нету волос у меня сейчас тоже не станет а у меня что-то как-то с детства не задалось я не знаю просто невидимый я пока мы шансы рина лазил короче по болотам понял и видать по отлетали катюня сам только этот эликсир молодости настолько хорошо выкинут и вы варен ты вишну потихонечку 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 уже доходит до какого-то я не знаю там томатного домигляса она стой боже мой боже мой ты тоже говорил саня так хорош 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 водичку сторону срочно давай дорогах все сюда бы риса добавить ребята у меня рецепт созрел раковый нет липинский плов такое дурное мы создаем контент называется киевские кишкоблуды переписывались с тобой и ты нас приглашал я согласен это ее пальцами да я я я за любой хипиш короче она отвечает в чем суть контента мы ездили на рыбалку готовили вкусную уху уху готовили 6 видов мяса с катраном с мясной рыбкой ну короче нельзя ухо да именно бомбы и мы на этом моменте решили создать контент и показывать людям вообще что мы готовимся вот мы сделали этот аккаунт и все планировали с лёхой вдвоем приехать сюда и сделать этот самый ну гостро вечер ты шо но ты вот то слово которое ты сказал меньше запомни я тебя свожу в вилково и вот когда попробуешь нашу липованскую уху скажешь подходит это слово к нашей ухе или нет я думаю что обалдеть колбасня оператор как ты любишь ты что это лёха а это я ты сон я вижу киевские кишкабуды нормально молодцы вот это красиво лёха пока служит не может приехать поэтому я один лёха и все братцы скорейшего возвращения да ты шо обалдеть катюня твой размер ты понял это что пижама для неё ты шо ну такой у нас еще не висела сегодня ну-ка давай придется тебе шляпу снять надолго это людочкина пипец вот это ты дал я в шоке я дадаю хоть зеркало посмотреть алиночка извините я ненадолго не ревнуйтесь и будет хорошо это я ой 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 фига лохматка летний вариант ты шо а тоже вот это она блин классная легкая скажи нашел вас там почемные наклейки дешевле чем у нас в одессе пятас копеек все договоримся что люди говорят либо ванчик сделаем что-нибудь мы хотим приехать и уехать своей футболкой рюмочки класс я такие после раз видела когда когда уже там первая бутылочка заканчивается и уже мозг не понимает почему ты льешь под наклоном она стоит у так и она нормально короче стоит она нормально так она и трезвая пьяная елки-палки ты что это какие-то угорелые копыта ну молодцы спасибо огромное красавчики марат давай возвращайся на его баню что мы с этим делать чарка пьяна если пьешь бутылочное пиво всегда пригодится магнитик лепинске я для тебя даже бакал и бокальное пиво буду открывать твоими открыт открыт открывашками слышь это вот такой себе простой нехитренно очень интересного вида да это мы даем нашим клиентам на доставку каждому заказу спасибо мы ваши клиенты остался киев приехать да я думаю шо короче тебе подарить саня выбирай что хочешь то это не про тебя оператор ребята благодарочка пассиво пассиво называется покупая велосипедка через жека начинаем и здесь одессу познавать на велосипедах крутим педали какой-то год 2002 наверное и мы случайно проезжаем и даже там заблудились во дворах выезжаем вот сюда и слышим такой грохот стоит приятная атмосфера мы на великах выкатываемся вот там вот наверх а тут мужики футбол шпилят красота вот это стадион это не просто сама это и это не туалет для собаки это сейчас он стал вот такой вот тут собак выгуливают а раньше здесь сидели люди пили пиво все было красиво благородно играли забивали голы и мы вот так вот по этой аллейки проезжаем я смотрю здесь заборчик так красиво люди сидят отдыхают и вот это за это время прошло сколько уже лет катюша сколько лет двадцать проходит и это заведение через объявление попадается мне я думаю подожди что-то знакомая конюшню заборчик понимаешь судьба и мы приезжаем сюда это заведение там поговорили договорились и стала наш нашим короче вот сколько лет прошло я не знал что я здесь буду жарить карасей елки ты палки ты шо да тут можно говорить на самом деле это эти истории длиною в жизни ну шо идет метода лохматка елки ты пипец то жарко не то слово я думаю это ж норка песец какой-то подожди найти голову свободную да как это а шо и лысый шульяну стой в жизни знал в жизни знал я немало красавец как на дело иду не спеша а лицами палец мессер мешать мне не хочет тарададай придавим и шам брать ты что думал за мной заржавеет елки-палки шапка хутрово ёшкин ты кот и посмотри оригинал такой еще в чехле и и никто не носил даже людка сотри это именно я как знал ее берет слышишь и цвет как это не обманка это оригинал это пол волги елки-палки эта шапка слышишь и что ты нормальный кишковод елки-палки катюня таки делаем красиво смотри коробочка в оригинале со всеми делами надо да чтоб ты понимал такой даже на барахолке нет теперь табраться нормально оператор так мы эти шлём и снимем потому что них на самом деле жарко а ну примере морден примере тебе не раками тебе мандарины какие раки обалдеть вот это огонь так свой подарок свой в чехол катюня вот это да вот это да волос одни как не она хорошая а ну сейчас оля полякова нет где-то там аккуратненько такого кокошника у меня даже нет елки-то вот это да не смотри так лучше в профиль красивый пипец мы будем кушать в играхов или будем шляпами верится они настаивают они настаиваются понятно а потом будете давай пока мы не начали жарить по традиции еще что-то выпил я еще за пиво никуся наливай всем пивка а я ребенка пока подержу правильно моё ты принцесса держи бутылочку оба части как было повторить да что ты палец контору ты виновата жизни знал в жизни знал я немало красавец он подпевает как на дело иду не спеша если то все песни отбой слушаем как жарятся раки жарятся ну я бы сказал тушится тушится на оливковом масле это будет рецепт мексиканский ах вот куда вторая кукурузина собралась подпишу обжариваем три минутки две-три минутки овощи а потом сейчас братик я тебя лопатку выпишу интересный смотри из турции привез о очень красивая согласен хороший прямо вот так вот нечищенный целиком да да не уже такой испускается просто супер саня тебе уже аплодирует елки-палки у тебя есть у тебя есть кумиры этот рецепт готовится вообще без соли практически совсем минимально чисто сладость овощей оригинальный вкус раков да 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 катю не сюда поснимайте искушен здесь делает оператор и там замерзну это сковородки быстрее что делает шеф чистит раков до тех которых мы буду делать соусы и потом когда мы запечем камбалу я сверху полюсу ты поняла ты что думаешь у тебя хухры-бухры уки-палки люди же даже три года готовились ехали к нам рецепты запоминали не эта песня эта сказка просто шедевр это ты шанс как бальные танцы это школа соломона пляж школа больных танцев вам говорят две шаги налево две шаги направо шаг вперед и 2 назад правильно а то чутки ёшкин код именно такой на своей самой настоящей елки-палки братик надо было поставить кого-то за главного чтобы этой штукой делал понял мы сегодня еще ни разу кадр первый дубль такой же готовим раков по-мексикански таким грустными глазками катюша я не хочу испугать ребенка нет как это говорит на весь мир что она там не написала либо он продакшен мне уже не интересно у меня катюша терпение до тебя знаю сколько на трамваями не привезешь вот изнуты до играешься до того что эти трамваи в депо сразу поедут то сделай неприятную начинкой там уже эти буквы ёшкин ты код давай карандаш белый тут же люди а маркин шо ли у нас кстати в ресторане тоже такое есть правило да да ни один процесс не начинается без боков и персонала можно официанты обслуживают периодически меняются я короче по секрету скажу работал черном море движуха короче там я не знаю там пятница концерт казино игра полный за зал концертный хочу движуха идет люди барная стойка мы бегаем гоняем никогда выйти покойку подбираешь барной стойки набиваешь себе гунок ждешь заказ я так сидит хочу мужчина не знаю смотрит нас не смотрит короче извини я отдам за барная стойка вот такой а я сзади здесь ты получается жду свой заказ и он курит и кладет сигарету в пепельницу и дальше разговаривает а я стою с этой стороны думаю мама дорогая сигарета беру курю его сигарету жду заказ и бегу дальше ну слава богу я одумался бросил курить ребята чего я вам желаю у нас все близится к тому что уже порой загружать рукав ты паскатенька тебе видно этот блеск пишу кукуруза так нарядила горошек какой-то стал аж прям как-то прямо именно шоу губы он жили не джоли да и блестит и эластичный тебе по все губы анжелины джоли там уже я брат пид в душе они уже развелись давно еще и не встречаются иногда так что не знаю губы даже на съемочной площадке как ты так бывает ну ладно что там ребята я не нарушая традиции уже с пивом давай чин-чин джека а девочки нельзя и здесь уже нашли ребята все к нам слышишь 6 утра приехали а в 12 уже у нас в тюняшках дёня за тебя давай а сказочный а ты заметил что сегодня у савера савер греликс благодарочка тысо малыш сегодня в работе у брат и не один с удовольствием ну для обрезания есть ножницы специально с израиля подарили уголочек чисто капельку да раз держи на весу это что за анализы второй опача все файл я понимаю что не расскажешь что это но это что-то правильно хорошо сделать потише или так хорошо чуть-чуть тише можно вот так вот на половиночку вот это острый какой-то чили мама дорогая и после даже зашкварчала агрессивно будем пробовать вот здесь кстати все на глаз на вкус это нам уже знакомая кухня потому что все шедевры рождаются вот таким путем а потом самое главное вспомнишь что ты туда добавил чтобы повторить чувствовать аромат еще ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй сметанка обалдеть а вот поэтому вот поэтому здесь и соли не надо потому что сметана соль не любит она настолько самая достаточная что получится просто песня просто пози сливочки но хотя бы процентное скажи людям но не держите в секрете ребята двадцатка никакой рекламы а у нас вообще на канале нет рекламы есть рекомендация если эта вещь хорошая то чего не порекомендовать людям пусть пользуются на здоровье хорошая ты чем будешь вот этой вот мешалкой мешать мусорка там турецкой до мешать турецкой сковородка из израиля на американском или а приготовленные в одессе все наваливаю тебе обратно еще такие готовы ребят да как под заснули суши тут такая атмосфера что не хочется даже сильный это лапаться ты понимаешь вон они все все на базе все гоняют отправляем этот нас замечательный соус давай понеслась по одному как ты опача давай тихо друзья ки такой соус благородный просто поставить как его тянет как его может как его вяжет прямо шикардос я теперь спасибо тебе никогда теперь с раками торопиться не буду потихоньку аккуратно вот это вот бабах трак бах я готова крышка нужно ты не помнишь так у меня есть шикардос подходит потише сделать или максимально побольше поменьше а поменьше вот так вот все вот теперь в этой тишине пусть аккуратненько пришел только видно как усы аккуратно прям корида сейчас они через минутку наберут такой цвет классный будет а давай мы будем наблюдать и засекай время а у меня часы снимаешь леня я не знал что у тебя ульяна прямо как дочка моя ребята спасибо огромное что вы нас смотрите прямо мне аж очень тепло по вечерам я думаю от кого таки от вас ты шо короче шо куда вы снимаю со всех сторон будьте нам здоровы в рынку специально для вас точнее для ульяны передашь лёня давай от души ёшкин ты кот подожди а где а ну сейчас мама дорогая живу на полировал хотя у меня осталось это еще боющее средство я его еще раз потом помою санечка скажи что может быть приподнять еще пока не нужно нам так полюбоваться людям передать всю красоту атмосферы рано еще оператора тебя говорил ну хоть приподнять может чуть ну можно ну ладно почему нет ты шо ты под защиты посмотри у меня да 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 наливает потихонечку у меня слюна потекла аккуратно как они бодренько лежат накрываем закрываем а вот я сегодня пивка выпью вот это правильное решение надеюсь безалкогольного нет нет чуть-чуть вкусненького а кто решил в нашем доме что вот эти команды принимаешь ты ёшкин ты коль а это знаешь как кто первый успел тот второй опоздал так и меня обдурила получается не сказала пей безалкогольная ты же нас рулевой ну так ты тоже можешь это мне уже не нравится ого а слушай нам нашему ребенку тоже нужна тельняшка да срочно катюня пошей или пусть мама свяжет так она поэтому и не довольны что у нее тельняшки нет она как тот по 4 печки потому что у меня велосипеда не было будет не тельняшка фонтан черемухой покрылся ручки пришли санечка показываем мама дорогая то вот туда сюда куда наказанную миску дебы будь как дома да ты шо ты шо ты переворачивать можно ага ребята запоминайте цвет это все что известно из рецепта учета немаловажно ты после какие не становятся сочные но лиманский рак он становится розовый когда готов на отличие от речного а вот речной он ядерно такой уж полы да я не знаю как тонну лиманская и рыба вкуснее и раки соответственно потому что у нас рыба на дуна и бесподобная но если туда ел пук озеро китай ты шо там карась сладкий просто его даже рассказывать не буду те кто ели знаю за что я говорю а те кто не ели милости просим к нам ресторан сами поймете ох ты шо иван там кукурузка вижу горошек раскрылся аромат такой ух шикардос а сбрызгают не а сметана конечно делает праздник понял я сейчас снимаю у меня полный рост клюней и в голове лепешка так и хочется макнуть на лепёху вот кстати этот рецепт когда раки заканчиваются в стране всегда просят чабадку какую-нибудь хлебушек и помогать и это самое вкусное ёлки-палки сейчас будет еще что там ты шо хэнд мэй а ну а мы сейчас у дениса поинтересуемся да тартарчик у нас будет у него идти каперсы вяленые там томаты красная цигулька это мы сейчас нарежем смешаем добавим туда я уже заказал у серёги на письме лепешечка перекусим пока мы будем ждать ребра это лепешка грузинская липинская чтобы ты понимал ага мясо бесподобно красивая это вырезка тендерлое на филе миньоны не использую ребята авторский рецепт тартара такой вы сегодня еще не ели и вряд ли завтра так что себе он к нам ёшкин такой такой интуиция присутствует бегом к нам да вы попробуйте что такое вкусно скажите что тебе нажили топоры больше по душе ты наверно просто топорика хорошего не пробовал я тоже так думаю я вот режу удобно острый классно но режу и очкую что порежу пальцы да 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 это к чему привыкаешь отрастет как у клешня у раков смотри последний раз показываю а потом ходишь хвастаешься так это я у лепавана готовил это у нас было выездная короче ох ёшкин такой аж изя смеется изя лобает куплеты да канарей канарей вот кто это пищит всегда я думал это в лесу живет у вас какая-то но это они думают что они в лесу живут красота тут прямо какие-то красоты катюня ты такой тартар еще никогда в жизни даже в прошлое как ты говоришь вряд ли тебе такой попадался ты думаешь ты кайфанешь фирмючий брат иди сюда смотри вот это вот раздевалка полностью твоя вот выбирай себе любую широкая большая глубокая для рта есть смотри какая удобно хочешь две бери мне не жалко вот это когда только только в той шляпе понял первое первое второе я понял вырезаем шляпа оригинальная наблюдать запоминаю прямо пошел тонкий аромат ай-яй-яй-яй-яй-яй лучок аликовое масло каперсы боже мой потекли у меня пишу отливку я пофера море давать у него пивко пивко а тоже я снимать не смогу сергей катюня да чин-чин джека ваше здоровье братцы ай-яй-яй-яй-яй аж потекло нормально как вкусно ну как нормально алкогольное такое себе шо шедевр идите дайте вкатю попробовать это очень вкусно катюни иди отведай портить портить там всю картину отлично я лучше вот тут еще подозревать ай горячо санечка что тут уже у нас наверное готова почти 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 минут а вот прямо вот такого вялого текущего томления до сметана насосалась вина под панцирь пары проникла в любые щупальцы пишу штын такой стоит а какой самый передать наиболее пользующийся спросом рецепт в вашем ресторан из 50 какой но это все потому что исторически он первый рецепт и он максимально приближен к классике так я выхожу из эфира а ты еще там снимаешь елки-дебалки я поймал просто вареные соленые нет он не просто очень было сложно знаете история какая когда я вошел в этот рынок вообще ресторан раковый не в ресторан я готовил дома первых три с половиной года я готовил дома на кухне просто и все и отправлял на доставку эти раки а на тот момент раки в киеве продавались только через lx и это были ну какой-то гаражный вариант отправки там пакет какой-то укроп сухой там какие-то там специи типа галины бланка понятно ты походу заказывал себе такие подумал елки-палки я приехал в киев на самом деле из донецка и первое что я сделал я захожу в гугл я вижу 32 поставщика раков я в раю короче первая поставка дохлые там хвост висит к этому отношусь очень я отравился когда-то давным-давно убежали раками поэтому я знаю короче не то поставщик ушел следующий недовес там какой-то был специи все какой-то вот пресное все не то не настоящая без жизни ладно думаю закажем закажем нам порекомендовали мы заказали в баню ехали мы заказали ведро раков и вообще там за уроки эту клешню раки умерли зря дело в свои руки но фишка в том что когда сарафан вот разносил первые там 100 клиентов появились от всех людей я слышал что жизнь делится на до и после вот раки культуру прививания вот это вот всего трапезы этой процесса все вот прививалась очень тяжело народ не понимал что такое купить вареных раков ну да не во-первых купали живые и сами готовили потому что не доверяли раковарам потому что готовили дохлых там варили уже да 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 не доверие было и вот по поводу классического рецепта и они все говорят нам максимум нам классику лавровый лист перчик и укроп только укропчик да я говорю окей и делаю свой оргазмический разрыв башки был просто вот это первый рецепт который просто разрыв снес короче людей сразу победил доверие потом когда уже ну то есть увеличилось количество людей хотелось ну они же не будут хавать один ну понятно они повторяются да и тебе хочется что-то их чем-то удивлять началась импровизация и вот первые там рецептов пять десять наверно тупо открываешь холодильник вот сушу было никакого кулинарного образования ничего абсолютно да главное правильная пропорция да да вот открываешь холодильник сметана пропадает так ребята ловите все секреты елки-палки чем вас победили и что все 54 рецепта просто вот так вот из головы за головы серьезно и ну то есть съездил в азию попробовал острое впервые я никогда в жизни острого не ел там попробовал в индии острую еду там почему это не может быть связано с раками там хоп привез с собой там специи какие-то приехали на бали я помню приносят мимо суп лежим на шезлонге там попиваем какой-то коктейльчик и приносят кому-то суп и этот запах просто том ям я его никогда не пробовал врезается именно в память еду все хочу попробовал острое очень запевать надо я не знаю огнетушку можно было я ему говорю ноу спейси окей окей да 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 не они они по-другому не умеют делки-палки да и опять же думаю ладно наберу заеду на рынок накупил этих всех соусов коробку там и из бали привожу эти специи начинаю экспериментировать готовить раки ну ожидание были ну короче как я рецепт том-ям например готовил наверно месяца два то есть это придав ты доводил его да не просто пасту там да 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 вот какого-то эксклюзива какого-то вкуса изюминку надо было и вот так каждый рецепт и вот так через за улыкс родился ресторан нет это не улыкс в том то и дело что все продавали через улыкс это спровоцировало к движению ты понимаешь на движение уже ну да 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 вот в тематике раков это было вот что-то необычного то есть во первых я в прямых эфирах это все готово появились в инстаграм первые прямые эфиры я начал готовить лица моего нигде нет руки процесс там приколы приготовление красавчик так и на компания сидит там гостиная там возле плиты ну и вот она поперла-поперла живой контент такой незаметно вообще произошло 30 подписчиков как они появились как они взялись я не знаю и конечно же дома кухня процессы очень тяжело уже было доходило до 100 заказов в день но это взрыв башки у меня было там 10 минут перерыв я такой присел на диван откинулся чуть-чуть будильник запиликал топ я пошел готовить доставка туда все сам в 5 утра встреч раки 8 утра первый заказ перемыть и покупать отобрать дохлых выкинуть ну короче цикл был вот четыре года бесконечной жизни . нет вообще ничего не было друзья видели меня только в то время когда там в 2 часа ночи ну что ты там все заказы отправишь приезжай вообще смотрели на этот секс давай ну-ка мама дорогая и мы их почти не шевелили елки-ты-палки они были низко сколько по времени уже часа там два они там с половиной наверно еще два должны лежать да а что это сыры и уши это ребра маринованные никто не скажет тебе чем но это просто шикардос отдай хоть подпекать аккуратненько были 4 часа аккуратней лучше готовить надо кидай шо тартар надо вам ложки не надо или руками так кушают шеф а ну-ка шо там перепелиные яички да надо родимая моя одесса мама очень красивый через фильмоскоп песня тарелка вот такая это шляпа дон кихота было когда-то все красиво по-домашнему елки-ты-палки мастер вот таких подачек нет не вижу я микро гривенов там к ничего не надо все вот так будет цибулю прикуску если мало вдруг будет там что ребята всем приятного аппетита ребята и вам огромная благодаря шуму под бутербродик дениска ну-ка начислять организуйте как как надо кушать чем больше тем лучше правда я тоже это пока все в рот опа лизну выпил кушну понимаешь катюня это мне или тебе по череду я конечно а это ты что не видишь какой этот слой братик мне такой же только чуть поменьше благодарочка спасибо это да я потерял сознание ребята что ваши ручки не болели дениска это не передать вы пока бухать я я еще ты шел капицы я еще что-то работаю попасть тебе давай я сама себя попаду не переживай все подправлю засовывать у нас дети закончится ешь давай ох какой-то огромный был ждем остальную еду нас вечер откровений короче кто как куда попал какой ресторан дениска свою историю поведает шеф-повар да теперь уже до пришел на собеседование в липинские раки захожу стройка идет все все сверлиться рубится двумя предупредили 6 0 открывается ну ладно посмотрим захожу не понимаю что происходит кухня полностью оборудована готова все установлено инвентарь куплены гриле все стоит я думаю не понял я ну лет десять наверное чуть больше занимаясь этим я открывал ресторан и никогда такого не видит обычно проходит все в пописи наоборот доходишь ресторан открываешь зал весь готов гости сидят ты жаришь котлеты на гриле а у тебя прораб еще докрашивает вытяжку и ты можешь тихо 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 у нас уже гости все было готово заранее встретились мы саней часа полтора общались просто но его видение идеями обменивались все сами говорит нашу для того чтобы мне понять как составлять тебе меню мне надо понять какие-то твои вкусовые вот тут и вот как ты вкус чувствуешь чтобы я понятно нашу акцент делать давай сделаем варит он оргазмический рецепт раков и микс ставит достает два бокала открывает две бутылки пива наливает говорит ну давай пробуй мои вкусы я понял пиво раков поел говорю ну в принципе я понял несложно будет договорить в каком направлении как это открывает и наливает елки-палки да да мы с ним пообщались так полдня наверное собеседование происходило у меня как раз еще там одно должно было после этого быть собеседование им сразу же отрицание звоню извините я нашел работу я уже никуда не говорит ну нам же на собеседование надо какие-то продукты подготовить я сделаю там пару блюд там дегустацию какую-то чтобы понять чтобы типа вот что я умею показать ну понятно да твоих-то пришел устраиваться на работу поел в ресторане да и желание я говорю и одновременно требования вот заходят я говорю представь заходит в ресторан мужчина и женщина муж и жена парень и девушка там приходят и вот они открывают меню и вот любое блюдо бамс и вот говорю мужик кончик и баба потечь идея такой сейчас одну секунду алё здрасьте у меня там собеседование на пол шестого было кажется я уже нашел свою работу красавчик елки-палки ты шо братики я еще на тот момент не знал что он нашел свою работу он уже был точно уверен в том что я сразу на одной волне начали двигаться в одном направлении насколько это было такое теплое общение ну и то есть с работодателя непосредственно с инвестором я общаюсь и мы находим общий язык и сразу же да это есть на одной волне так что ребята чего я вам желаю чтобы максимально все будет хорошо чтобы максимально не тратили время и находили своего друга правильно независимо от работодатель да там или туда-сюда короче ребята ну шоу ты елки-палки она усыпает соус варили мараков да очистил часть порезала верные томаты каперсы это все дело на оливковом масле обжарил добавил вина чуть-чуть она под выпарилась добавил бульон всю чуду непонятно это все кипнет я добавлю туда чеснока соли чуть соевого соуса пармезана и сливочного масла затянул этот весь соус прямо я как на лекции какой-то просто скажете просто скажешь о как это немножко того чуть этого и побольше любви а я ушел за камбалой оператор присядь я сейчас как выйду ты обалдеешь ты каждый раз когда выходишь я присаживаюсь посылки три китайца ай-яй-яй три китайца красят яйца сижу на пляжу я им лею и камбалу свою не жалею слышишь и камбала судя в тельняшке ребята вот это да а ты знала хотя ты знал там такие щеки там такие щеки елки-палки ты что сказочная песня мы когда в ресторане как с ребятами готовили ну ребята готовили а я официантом белу смотрю разделываю шайбу вот такую ну шайба для людей а голова самая вкусная в банам от него там немножко побрызгали и вот такая вот головище короче с такими губами ты этой головой уедался хочу полностью кто там был на смене а люди не знали что в камбале есть еще что-то вкусное так ты шикардос катюня что вы не хоть понюхай это сейчас настолько гастрономический оргазм это не то что вы это русалка именно то что надо брать это маленькая именно от этого размера до ребята может у вас глазики были она шипованная было или будет не бредненькая шинова это тоже такие шипы и нормальные малышки да такие это небольшая мы больше разумскую от такого размера от 3 килограмм начинается только мясо был до этого все кости от трешки там уже есть что пососать уже вот такое а когда на килограмм на 6 на 7 вот такой стейк вкуснючие кости ладно не буду говорить точно приду как сажарить ты шок я щас позвоню в ринду и все при при прибегут елки-палки надо будет еще раз ехать на привоз как-то нас они сидим тупо раскусим правильно все но у нас есть золотое правило какое до последнего рака из-за стола никто не встает так мы садиться не будем мы стоя часу работаем низко скажи я тебе долго там еще мы будем ждать тебя или можем уже начинать рака пробовать одну минуту человеком досталось что любуюсь этой процедуры со стороны я понял когда люди к нам приходят был а мы здесь готовим с мальчиком как ты сегодня видишь да как она да я стою сегодня как этот зритель теле теле маратик вы видите какая-то давай пока эй маратик галкин джан елки-палки давай будем пробовать соуса как не думать открываться что спина добавлять ну с пивом но ты можешь красиво открыть вот эта сумочка вот так открывается гранат ну вот подтяни чуть-чуть катюша да ну ты все порвался поломал не умеешь ты ничего делать я не знаю как они туда запечатывали но не так это все работало скоп я тебе подскажу как это работает тут я еще не до открыл просто сейчас просто их все вывалишь а потом сложить не сможешь эту коробочку красиво так и тут же это белки-палки ты-то что-то как это добавляем согласен о сырный такой аромат да короче жека говорит что всех нормальных в капусте нашли а кого-то а из принес понял а его короче чайки на пирсе уронили в детстве и он вырос на камбале но он говорит то что делает дениска это просто сказка это просто песня елки-палки пишу это что-то блогер а ну-ка давайте до свидания позанимали тут не пройти не проехать пипец я доберусь до этих соусов наконец-то и как ты катюня ты все братик можно употреблять марат джан вот и понимаешь будем следующей серии ты еще один что в каждом по бутылочке тебе точно надо еще один я рассчитаю бы меня спрашиваешь надо ли нам еще один в кино короче просто получи ребята я ваши правила уже понял что пока рака последнего не засыпаешь а у нас кто соус не допьет тут из одессы не уезжает так что я предлагаю что вы здесь короче давда августа как минимум я красиво расставлялась давай да толстолоб есть соуса есть что осталось только немножечко открыть давайте уже приоткроем ребята это ваша рукоблудия вот вы вот вы нас и угощайте да а я щас аккуратненько тут постою прямо здесь по домашнему все тарелок я парочку дал это чисто чтобы они лежали не обязательно ими пользоваться мама дорогая с каких я должен начать разве сказали начинать с красных спасибо шеф ты шо они и те и те но эти краснеет и понимаешь хотя переставьте давай 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 нема намордников тебе тебе моя любовь ненадолго елки-балки чтобы ты не брызгала со стороны экрана шеф два счетчика вот это нектар это уже бесподобным ребята давайте не будем делать акцент на мне берите тарелка общая угощайтесь будьте как дома можно капать на ковер я его еще раз постираю а вот это наши люди правильно то стоит тут вот это вот а ты теперь решил на публику сыграть я не могу понять тебе понравилось или что 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 хлюпаешь тут я учусь какие они сочные ну ну вот я бы хотел надо подписаться на альпинские раки и там закрепленном видео первое или второе денис делает мастер-класс как правильно все ребята заметно подписывать и заранда расскажешь инстаграм липинские раки переходите и таки учитесь а я и так подбежусь и смотреть не буду потому что я умею ну там от видоса только с людьми мой ортодонт будет не очень доволен катюня извини я вообще чистый хвостик чтобы угостить тебя ты понимаешь насколько это вкусно я вообще саня отшибает память так бывает мы вернем я не удивлюсь спасибо ребята вышел их не кормили никого елки так это не уже на твоих раков следили комары наши а тайна истории нужно прошу обратить внимание вот эта вот часть в раке самая вкусная самая ценная часть вот этот жирочек в одном из ресторанов в лондоне подают вот так блюдо раков да и под первого рака выносит 30-50 грамм водочки холодненько что делает каждый ну достойный гурман я бы так сказал он вот так нанизывает этот жирочек на ноготочек прям вот так вот прям вот так никаких ложечек в ресторанах никаких там просто именно руками потом берет холодненько и опять второй ноготочек закусывает елки-палки не тот ли только и только так начинается процесс поедания раков я теперь знаю кто тот гурман который в лондоне у них традицию такую завел катюня да лорд александр и шо вот скажи не могу сказать ничего очень братик ты ну ты художник настоящий елки-палки то именно как это я даже не могу понять какие они да нет и никогда не обгадаешь вот все что мы видели это наверное процентов 20 от всего того что там есть и шо мехико либо от соли нет четкого чего я думаю что у меня 40 уже вот настоялась приняла свою да можно катюня горяченького ты мне дашь так я вот тебе его и чищу моя ты хорошая сейчас я хочу это вот а горячий просто типа сотни . не надо отойди да ты не да это выпью ты язычком туда залезь а и жирок и хорошо бабуля говорил а ну-ка а ну-ка слушай вот это вот легкая такая именно остринка от соуса пробирает вообще через эту сладость а вся эта сладость она именно спрятана в эту нежность от сметаны да нам надо будет очень много хлеба потом у нас есть хлеба столько что надо будет еще раз за раками ехать и наверное еще раз такое готовить это бесподобно вкусно а мака пихай туда осталось катюня а ну аккуратно извините за руки просто убери финансово лежу давай не надо да нет пишу дико ты скажи вкусно не вкусно чувствуешь мы тут отраков падаем в обморок а эти короче прямой эфир там погонят прямых эфиров короче это люди им уже комментарии пишут вы в какой прачечной раков готовите ёлки-палки тишу хлебчик давай мы же еще не попробовали камбалу может может вообще снимать не будем чтобы люди там и так мы конечно дико извиняемся за этот ваш голодный обморок но это так вышло рекомендация ставить какой-то тазик рядом вот вы смотрите там и фоне поставки тазик чтобы она капала просто туда стекала чтобы не было наводнений никаких а лучше не смотрите а приезжайте уже можно и в ванной посмотреть сел поставил телефон и все или понеслась короче ладно братик сделаем ты будешь удивлен ёлки-палки это ты там у себя наелся в киеве раково мы здесь их любим по-другому вот я когда сюда начинал только жарить карасе я мог их там штук пять знаешь есть короче без остановки одна карасе вместо я стою о так мы добьем тебя этим нормально еще у нас есть шашлык из унайской селедочки и свежий я не понимаю как борщ из бычков это очень вкусно это как я все могу представить я могу представить вкус раков наперед там любого блюда борщ хорошо смотри есть такой борщ на старчак называется это чисто липованское блюдо настолько старинное что там ноги забыли рецепт короче но много его еще и помнят этот борщ готовится из рыбы и именно из головы белужей вываривается больше такого состояния чтобы от буряка почти не осталось цвета вот они его называют буряком этим борщом но красного там быть не должно ты варишь его на большом огне с открытой крышкой у тебя вываривается этот буряк оставляет только сладость цветом не нужен со стороны делает голова и дальше по репетиции я готовил на канале за это видео у меня есть книга рыбная кухня липован история традиция современность как они появились откуда это вообще кухня взялась люди живут на воде и соответственно кухня у них рыбная там столько рецептов столько древних короче мы этот на старчак готовили ты обжариваешь а что говорит ой мама дорогая на раков уже понеслась же как-то крайне но через израиль нас там раньше ждут сейчас надо любой короче взять крабы так закрытыми глазами один за другой другой раз у вас battle никакого батла нет потому что победит дружба не нами это придумано да но это работает на все века так вроде я любой короче беру скрываю открываю что мы не допьем жека поможет тихо 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 слепо решил все попробовать сергей а шоу здесь есть и по какая-то бельгийское пиво они это нормально это порядочек расходится он расходился ухо прям вот так и что острый нет он не острый ходит что-то это не острый елки да 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 уже все попробовали она с горла давай а вы как его они с горла у тебя вкуснее я же не разболтал ну да никакой радости что ты делаешь когда маккл джексон я пиво пиво не это же для пива давайте попробуем камбалу переходим на камбалу ну камбалу это вилочкой ножик можно без камеры сказать конечно осень катюня снимай исторический легендарный момент елки ты палки даже не ты так усыпал красиво хотя чего я на тебе ты давай вот так вот возьми да немножечко приподними чуть-чуть филеечку мы попробуем и дальше надо просто уже помочь я люблю поговорить ай-яй-яй-яй-яй переворачивай ты сказала мне не мешать один огромный минус вижу в этом ты что не верю она покажи у вас есть камбала конечно но это же наше изменил фирменную за этой камбалой едет вообще вся украина вся европа ты можешь нам не рассказывать у нас люди точно так же едут на коротя катюня посмотри посмотри боже мой солнышко ну дай показать ты понимаешь какая красота какая она срочно это полюбоваться да и невозможно тот кто рожден был у моря полюбил навсегда белое мясо шикарные камбалы эх ты люблю я тебя поют я попробую ты что ни одна рыба в мире не стоит рядышком но это конечно не про карася сказано до камбала вторую позицию занимает песня с томатами обязательно катюнька на попробование ты же не полноценно попробовала попробуй с этим соусом вот теперь надо именно соусом с этим раковым сегодня я тебя по полной не только кормлю еще и этот и рецепт будем дома отрабатывать бесподобно однозначно жарить продолжать будем когда-то давайте где ваше пиво короче спасибо огромное что у нас учились то ты что так вы еще не скоро соберетесь уезжать разве ай братья грустики чтобы я там было видно ёлки-балки все ребята быть добру спасибо огромное за все ах ты ладно не об том дай ему погрызть ладно я себе еще напечатаю ху не вот это рвань ты понимаешь понеслась ладно я знаешь когда это понял я когда подошел к ней взял ее за щеку за щеку взял ее за понимаешь такие губы гонять надо иметь мышцы елки-палки ты понимаешь там еще вкусненького есть есть и есть то ты шо а какой сочная а потому что это бесподобно вкусно это как это не та кухня на котором надо больше довольствия дарить его людям все ребята благодарочка женщина потом поешь одессит седьмом поколении только приехал сюда и уже себя таким чувствует качи друзья кисле души и с хорошим настроением для вас сегодня в гостях были замечательные люди таки да всем пока пока до скорых да и в рынок у дома то не поймут что это было про нас оператор заканчиваем